Всем привет, с вами Прио. Относительно недавно объявили о том, что будет возвращение рейдовых бафов. Кто играл относительно давненько, вспомните такие рейдовые бафы, допустим, воины давали командирский крик, который повышал выносливость на 10%, либо же этим занимались присты, давали нам слово силы стойкость, повышая нашу выносливость на 10% на 1 час. Шаманы своей пассивной аурой давали искусность, допустим, скорость давалась от ауры, по-моему, рыцаря смерти. Охотники в БМе так вообще могли дать нам абсолютно любой рейдовый баф, какой им только хотелось. А маги одновременно давали нам как, по-моему, критический удар и еще какой-то рейдовый баф. Параметры бафали паладины каской. Искусность также паладины бафали кулаком благословения могущества. Так вот, большинство этих и других рейдовых бафов, оно вернется к нам в припатче нового дополнения, битвы за Азерот. Вот. Давайте внимательно глянем. Мой английский, конечно, не самый лучший, но я думаю, основы мы поймем. Либо же, если я что-то неправильно скажу, то, думаю, вы в комментариях меня спокойно поправите. Итак, начнем уже. Некоторые ауры, некоторые рейдовые бафы, они, можно сказать, считаются теми аурами, которые убрали с артефактов. Да, мы все-таки снимем свои артефакты, оденем другие артефакты. Об этом в других видео, которые есть в плейлисте нового дополнения, я думаю, вы прекрасно найдете, если же у вас появится желание. Начнем. Рыцарь смерти. Вампирическая аура, дающая группе или рейду, ну, членам группы или рейда в радиусе 40 метров. Лайфстил, то есть похищение жизни, самоисцеление с противников 5%. То есть повышение самоисцеления на 5%, если вы будете находиться рядом с рыцарем смерти в радиусе 40 метров. Неплохо. Демоническая скорость. В радиусе 40 метров будет повышаться скорость на 3%. Хорошо. У друида метка природы или что-то типа такого стоить, получается, будет 200 маны в радиусе 40 метров. Повышение универсальности на 3% на 1 час. Если цель в вашей группе или рейде, вся группа или рейд, получается, получает этот эффект. Хорошо. Далее у охотника какой-то дух интересный, который повышает скорость передвижения на 15%. Ох, сейчас бы моему блат ДК бы это заехало. Вот было бы классно. Далее. Чародейская гениальность. В радиусе 30 метров. Повышение интеллекта на 5% на 1 час. Аналогично. Если цель находится в вашей группе или рейде, вся группа или рейд получает этот эффект. Далее наследие императора. Повышение искусности на определенное число. Это число будет масштабироваться и расти с уровнем вас и монахов, скорее всего. Не думаю, что на 120-м это число будет 54. Я думаю, оно разгонится до хотя бы 200. До ровного числа, на самом деле. Далее от палатина Аура, которая повышает броню на 10%. Далее от Преста. О, стамина на 10%. Выносливость. Вот то, о чем я и говорил. Слово силы, стойкость. Отлично. Далее у Разбойника. Повышение физического дамага на 5%. Баф шамана пока что неизвестен. Но я думаю, это будет баф. Хотя на искусность уже есть. Тогда не знаю, на что придумают им. Посмотрим. Далее у Варлока проклятие какое-то, которое увеличивает на 5% магический дамаг. А, все. Я понял, как это работает. Он кидает проклятие. И все игроки, атакующие эту цель, будут наносить от магического дамага на 5% больше. И у воина Батл Шаут боевой крик, который повышает силу, ловкость всему рейду или группе в радиусе 100 метров на 5% на 1 час. Я помню, по нужде своим варам я либо кричал командирский крик, который увеличивал выносливость, заменяя приста, либо я кричал боевой крик. Ну, теперь есть только боевой крик. Окей. Плюс одна способность на панельке никогда не помешает. К тому же в виде такой полезности. Да и к тому же еще много урежут способностей. Что-то закинут в таланты, что-то еще сделают. Об этом уже в других видосиках. Смотрите плейлист, наслаждайтесь. Изучайте всю информацию, которую я только вам изложил. Она будет вам полезной. Я в этом уверен. Всех вам благ, счастья, здоровья. Ставьте лайку, делайте подписос, берегите ноги. До скорого. До новых встреч.